Я читаю Третью книгу царств, главу восемнадцатую. По прошествии многих дней было слово Господня к Ильи в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдия же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илья, он узнал его, и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал, «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». А тот сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?» «Жив, Господь, Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь, «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». «Когда я пойду от тебя, тогда дух Господень унесет тебя не знаю куда, и если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей». «Разве не сказано, господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков господних, как я скрывал сто человек пророков господних, по пятидесяти человек в пещерах, и питал их хлебом и водою?» «А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня». И сказал Илья, «Жив Господь Саваов, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Ильи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед валом. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил, и четыреста пятьдесят пророков валовых, и четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался, пророк Господень, а пророков валовых четыреста пятьдесят человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И сказал Илья пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. Искакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-нибудь, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, «Наполните четыре ведра воды, и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, «Повторите», и они повторили. И сказал, «Сделайте тоже в третий раз», и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ровно полнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, «Господи Боже Аврамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь, Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое, и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илья, «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илья к потоку Кессону, и заколол их там. И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. А Илья взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. И сказал отарку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай до семи раз». В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиной в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриель. И была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриеля.